Приветствую! Я Татьяна Фомичова, автор проекта Кристаллософия. И сегодня чуть-чуть про гелиотроп. У меня нету большого камня гелиотропа, у меня есть вот такие вот маленькие камешки и это непрозрачный халцидон зеленого цвета и с характерными красными как бы пятнами крови. Он очень нарядный именно из-за этих красных и красно-оранжевых вкраплений. Этот камень очень давно известен и очень любимый из многообразия камней. Все-таки он считается более мужским камнем, так как человечество все время воевало и все время вело какие-то войны и естественно каждый мужчина был воин и ему хотелось быть не убитым, вернуться домой, сделать военную карьеру и быть метким в бою и эти камни были именно мужскими талисманами для того чтобы быть неуязвимым, быть храбрым, быть хорошим военным начальником или воином и остаться живым целым и невредимым. Поэтому это мужской камень честный, с наградами и безопасной службы. Так вот эти камни всегда были у военных, у людей, которые призваны на службу, которые обязаны были носить какой-то чин и этому чину соответствовать. Эти камни также подходят людям точных профессий, тем людям, которым надо много подписывать бумаг и которые должны быть на службе. Именно на службе или чиновники или военные, как я уже сказала. Поэтому этот камень, скажем, деловой, он имеет такую вот деловую окраску и историю. Вот историю служения, реального служения. Эти камни всегда любили и держали их в семье для того, чтобы внутри семьи было все хорошо и с кровью, и со здоровьем, и с безопасностью. И также их одевали мальчиком как амулеты, чтобы из мальчика вырос воин храбрый и достойный и честь семьи не опозорил и не уронил. Поэтому если ваш ребенок или вы сами заняты на службе, и вам надо на этой службе хорошо работать, хорошо служить и хорошо получать вознаграждение, то это камень для вас. Этот камень также поможет нормализовать кровяное давление и все проблемы, которые могут быть с кровью. В том числе и такие, которые физически не проявляются, скажем, линия крови по линии матери или отца и какие-то наследственные дела. Это тоже гелиотропу и он вполне хорошо с этим справляется. С этого камня можно пить воду. Этот камень можно носить в украшениях и это прекрасно будет мужское украшение, мужской перстень или же какая-то подвеска. Мужчине надо объяснить, что это мужской камень, что это для того, чтобы его сила рода не прервалась в том числе. И если он, конечно, не хочет его носить, то тогда можете положить где-то в пределах его досягаемости или на работе или брелок ему подарить. Если женщине надо сделать карьеру по службе, карьеру чиновницы, этот камень тоже ей подойдет. То есть не надо думать, что это только мужской камень и только для мальчиков. Если у вас есть задача выполнить свою определенную функцию, на что-то рискнуть, на что-то храбро отважиться, на что-то в этой жизни замахнуться, то вот с этим камнем хорошо. Я даже называю это камень победителя и камень того, кто всегда любую схватку с жизнью, с обстоятельствами выиграет. Поэтому камешек такого бесстрашия можно запросто иметь в своей минеральной аптечке. И это была Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия.